Здравствуйте, мои дорогие друзья! Христос посреди нас! Вот и пришла среда, а значит, мы с вами продолжаем читать Евангелие от Луки. Сегодня мы начинаем читать девятую главу и прочитаем два первых зачала этой главы. Будем читать от стиха первого до двенадцатого, а это зачало сороковое и сорок первое. Напоминаю, что мы читаем на церковно-славянском языке, а значит, тем, кому пока трудно на слух воспринимать Евангелие так, как его читают в храме, я рекомендую взять в руки Евангелие на русском языке и следить за нами. Итак. Созвав же оба надесяти, даде им силу и власть на вся бесы, и недуги исцелите, и посла их проповедайте царствие Божие, и исцелите болящее. И рече к ним, не чесоже возьмите на путь, ни жезла, ни пира, ни хлебы, ни сребра, ни подвеморизма имейте. И вон же дом внидите, то и пребывайте, и оттуду исходите. И елицы аще не приемлют вас, исходящий от града того, и прах от ног ваших отрисите во свидетельство наня. И исходящий же, прохождаху сквозь веси, благовествующий и исцеляющий всюду. Итак, что мы видим с вами здесь? Мы видим, что Христос отправляет апостолов на самостоятельную проповедь, при том, давая им еще до сошествия Духа Святаго на апостолов, предварительно как бы давая им дар Духа Святаго, которым они будут изгонять бесов, исцелять людей и нести им проповедь. Какая это была проповедь, о чем проповедовали апостолы? Прежде всего, они проповедовали то же, что и Иоанн Притеча, а именно необходимость покаяния. Вот в этом пока, до воскресения Христова, заключалась их проповедь. Также, хотя у апостола Луки об этом и не сказано, но сказано об этом у апостола Матфея, Господь велит ученикам своим воздерживаться пока что от проповеди язычникам. Вот у апостола Матфея так прямо и сказано. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипачек погибшим овцам дома Израилева. То есть Господь пока велит апостолам проповедовать только среди своих, то есть среди иудеев. По мнению святых отцов, святителя Иоанна Златоуста и других, Господь делает это потому, чтобы у иудейского народа не было потом оправданием то, что им не проповедовали, проповедовали прежде язычникам, до них как бы весть благая, а спасение не дошла. И, соответственно, также Господь не хочет унизить их избраничество, ведь это избранный им самим Богом народ, соответственно, к ним первым он и посылает своих учеников, сам тоже проповедует в Евангелии. Мы знаем преимущественно иудеям, хотя сам Христос проповедовал и самаританам, и эллины к нему приходили. Но имена апостолов он посылает пока что только к своим, то есть к иудеям, возможно, понимая, что до сошествия Духа Святаго, до воскресения Христова у апостолов нет еще той силы, чтобы общаться с язычниками. С другой же стороны, святые отцы говорят нам, ведь на самом деле, если мы внимательно посмотрим, язычники порой были гораздо способнее к восприятию Слова Божия. Мы видим в Евангелии, как как раз-таки язычники обращаются тогда, как иудеи, наоборот, остаются с закрытым сердцем и благую весть не принимают. Так что здесь, да, как бы несколько есть таких мотивов, несколько есть причин, по которым Господь посылает их пока только и только лишь к иудеям. И вот что интересно, Господь посылает их подвое. Святые отцы тоже обращают наше внимание на это. Дело в том, что согласно ветхозаветному закону иудейскому, это можно читать во второзаконии, в 19 главе, при любом деле должны быть свидетели, и свидетелей должно быть двое. Соответственно, вот поэтому Христос посылает их подвое, чтобы по закону, то есть по восприятию, мировоззрению иудеев, их свидетельство о Христе и о покаянии было бы истинным. Кроме того, апостолы могли поддержать друг друга в случае болезни, утешением могло служить для них общение друг с другом. То есть проповедь – это тяжелый труд, это тяжелая работа, и Господь дает такое утешение, опять же, по заповеди любви, посылая их подвое. И вот после воскресения Христова мы с вами уже будем читать немножко другую заповедь, которую даст Христос апостолам для проповеди. Он скажет, идите, учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пока же апостолы идут только к иудеям и не крестят. Вот это изменение связано с тем, что уже после воскресения Христова, после сошествия Духа Святаго на апостолов, они были в полноте благодати, они были в полноте силы и Духа и уже имели возможность действительно обращать без исключения всех. И настало время, пришло время одному Богу известное, да, вот время, когда уже исполнились все пророки, когда все шансы, скажем так, иудейскому народу были даны, они сделали свой выбор, и вот теперь настало время уже активно привлекать в церковь язычников, то есть не обрезанных, не иудеев. И апостолы действительно пойдут и к самарянам, и впоследствии к иудеям, находящимся в рассеянии, и даже просто к совсем языческим народам пойдут уже ученики апостолов, да, к тем, кто совершенно никакого завета с Богом вообще не имел, да, Ветхого Завета, и, соответственно, для них учение Христова было новым чем-то, да, абсолютно новым начинанием, переходом от языческого сознания к сознанию вообще того, что Бог един, начнем с этого и так далее. То есть это уже было делом более сложным. Итак, про язычников можно добавить еще, что некоторые святые отцы здесь дополняют, как бы, да, евангельские слова немножко раскрывают нам их чуть-чуть в другом свете, более полно. Не идти на путь язык значит не сходиться с ними в образе мыслей, равно как и в оград самарянский не входить, значит не то, чтобы удаляться вообще от общения с ними, но чтобы не приобщаться к их злочестию и лукавству. Вот так пишет нам святитель Феофилакт Болгарский. Тогда у этой заповеди появляется несколько другой, как бы, оттенок. Господь призывает апостолов, вот они сейчас будут проповедовать среди разного рода людей, удерживаться от того образа мыслей и того образа поведения, который противен заповедям Христовым. Это вообще очень сильное место на самом деле, вот если мы с вами так вот вдумаемся, да, вообще в свете всего Евангелия, что Господь говорит нам, что мы, христиане, это соль земли. Вот этот образ соли земли напрямую связан с проповедью. Почему? Потому что мы с вами прекрасно знаем, что без соли человеческий организм жить не может. Без соли мы практически не можем принимать никакую пищу, да, это невкусно. Соответственно, соль это что-то необходимое. Также необходима миру благодать Божия и любовь Божия, которую и несут своей проповедью христиане. Проповедь может быть разная, это может быть проповедь словом, но больше всего делом, самой своей жизнью, своими поступками, да, отношением к окружающим людям. И, соответственно, соль, она проникает везде, но вместе с тем она не становится тем, во что она проникает. Вот образ соли очень верно был, да, подобран Христом, необыкновенно верно, вернее сказать просто нельзя. Если мы добавляем соль в мясо, она мясом не становится, она остается солью. Да, особенно если мы пересолим немножко, мы это очень сильно чувствуем. Также все остальное. Соответственно, христианин умудряется проповедовать, и даже когда апостолы впоследствии действительно будут проповедовать и язычникам, и самарянам, и он остается христианином, он сближается с людьми, он буквально своей жизнью проникает в их жизнь, ну как соль. Соль, простите меня, если соль останется только в верхней части продукта, который мы посолили, он от этого соленым не станет, или присоленным, чтобы нам было вкусно есть, да, ну или засоленным, как огурцы, например, мы солим, или оливки солим, да, соль проникает в самое нутро. Но, соответственно, и христианин, общаясь с другими людьми, никак не может сохранять дистанцию. Вы неблагочестивые, вы неверующие, как бы мне не оскверниться от общения с вами, надо мне от вас подальше, так вежливо, да, спаси Господи, до свидания, адью, да, нет. Христианин обнимает, прижимает к сердцу, он общается близко, он принимает радости и горести тех людей, с которыми он общается, не в зависимости от того, верующие они, неверующие, голубые, зеленые, блудники, пьяницы, кого Господь посылает на путь, с тем христианин и общается, и общается глубоко, искренне, тепло, стараясь согреть его своей любовью и передать ему через это благодать Божию. То же, что делает соль, попадая внутрь продукта и качественно его меняя, да, мы с вами знаем, картошку так поешь или присолить, совсем-совсем другая история, совсем другой вкус. Ну, я бы не говорю про мясо, там, и про другие блюда, да, даже в кондитерские изделия опытные кулинары, шефы французские добавляют щепоточку соли. Это во всех хороших рецептах. Так что, видите, как соль, она выявляет вкус, она придаёт вкус. Я не случайно об этом говорю, потому что Христос дал гениальный образ, вот божественный образ соли. И вот так же и здесь имеется в виду, говорят нам святые отцы, что пока, да, пока на данном этапе они шли к иудеям, но здесь и более мудро имеется в виду, что даже тогда, когда вы пойдёте к язычникам, не принимайте их образ мыслей, не потеряйте своих свойств соли, не превратитесь в них. Для этого нужна большая внутренняя сила, большое убеждение, большая вера, молитва, стойкость от христианина. Но этого требует от нас Христос. Когда же у нас возникает желание огородиться высоким церковным забором, забраться в уютную норку свою православную, с молитвословом в руках, со свечечкой у иконочки, с постами, батюшками, матушками и милой нашей жизнью. Ну, мы как бы, я не говорю, что мы не спасаемся. Господь всех спасает и любит, да, кто особенно стремится и хочет этого. Но мы как бы не исполняем заповедь Христову о проповеди, потому что из такого уютного состояния нам безумно трудно будет выйти в мир и общаться с другими людьми. Они будут воспринимать нас как староверов, как каких-то ретроградов, каких-то людей, живущих в позапрошлом веке, и, главное, считающих, что только такой образ жизни правильный, всё остальное неправильно. И это сквозит и в словах, и во взглядах, и в делах, и в сокрушении по поводу грехов окружающего нас мира. Но если мы вспомним, что Господь, окружающий нас мир, вот каждого без исключения человека, очень сильно любит, то мы поймём, что только так и мы можем смотреть на плохих политиков, на развратных женщин, на всякие там, я не знаю, дигитальную колонизацию нашего мира, то, о чём сейчас там пишут, да, и так далее. Вот только так мы можем смотреть. Мы можем смотреть с сокрушённым сердцем, с желанием всех обнять, согреть и привести их ко Христу своей любовью. Вот это, вот об этом, потому святые отцы и дают нам, видите, что здесь имеется в виду, не то, что вы должны отгораживаться от язычников, а будьте аккуратны в общении с ними, просто старайтесь им донести Христа, а не самим потерять то, что вы имеете. Да, но при этом проповедовать, отстраняясь от человека, не проникая в него как соль, невозможно. И это следует из всего Евангелия. Да, вот это, к этому же, кстати, относится заповедь. Тот, кто хочет душу свою спасти, погубит её, а кто погубит её ради ближних своих, как бы погубит, тот спасёт её. Это говорится не только о войне, о том, чтобы лечь на поле боя за близких, отдать жизнь. Это такой смысл тоже есть, но здесь есть и другой смысл. Смысл того, что иногда христианину приходится сходить во ад за своими родными, близкими, друзьями, чтобы их спасти, и чтобы их оттуда вытащить, и вот этой солью своей их пропитать и качественно изменить. Также интересна заповедь, которую здесь Господь даёт. Не носить ни сумы, ни посоха, не иметь по две одежды. Здесь, конечно, имеется в виду первый пласт. Это положитесь на волю Божию. Не слишком организуйте вашу миссионерскую экспедицию с точки зрения, ну, скажем так, бытовых каких-то материальных вещей. Господь позаботится, не об этом думайте, не об этом заботитесь. Но также святые отцы, опять же, тот же Феофилакт, это у разных можно, по-моему, даже я у Григория Нискова или Григория Богослова находила похожие тоже мысли. Уж простите, что не все цитаты просто наизусть помню. Здесь имеется в виду такая мысль, не носить с собой сумы, это не собирать сокровищ. То есть не стремиться сделать проповедь своим бизнесом, своей работой, получать за это деньги. И не собирать сокровищ тоже в смысле освободиться ради проповеди от привязанности к своему дому, к своей семье, к своим удобствам. Ведь они же уходили на много времени, да, домой не приходили, спали, где придется, да, то есть вот такой момент. Также не носите посоха, то есть не будьте гневливы и дрочливы. Вот такой смысл святые отцы видят в этом. А не имейте по две одежды, не будьте переменчивы в нравах и двоедушны в мыслях. Вот это тоже имеет отношение к тому, что я говорила и до этого, то есть о том, что христианин должен оставаться христианином в любой совершенно ситуации. И вот дальше мы с вами сейчас будем читать второе зачало. Оно является продолжением первого, и здесь уже речь пойдет об Илье Пророке. Итак, читаем дальше. Сейчас найду, где мы были. Вот. Слышав же Ирод четвертовластник, бывающий от него вся и недоумевашися, за не глаголимы бе от неких, яко Иоанн васта от мертвых, от и нек же, яко Илья явися, от других же, яко Пророк един от древних воскресе. И речи Ирод, Иоанна аз усекнух, кто же есть сей, о нем же аз слышу таковая. И искавши, видите Его, и возвратшися апостоли, поведавши Ему, елико сотворише. И поим их, а ты де един на место пусто града, нарицаемого Вевсаида. Народи же разумевши, по нем и доше, и прием их глаголоши им о царстве Божии, и требующие исцеления целяши. День же начат, преклоняйтеся. И дальше продолжение уже в следующем зачале. Итак, здесь мы с вами видим Ирода-четвертовластника. Ирода-четвертовластника – это Ирод Антипа, один из сыновей Ирода Великого, который после смерти своего отца получает во владение как раз-таки Галилею. Тот самый Ирод, у которого была женой Иродиада, и дочь которой Соломея танцевала и угодила Ироду. Это была дочь Иродиады и ее законного первого мужа Филиппа, который был братом Ирода. И вот здесь Ирод недоумевает, кто этот человек, что такие чудеса творятся, и столько народ о нем говорит. Ирод полагает очень наивно, что Иоанн Креститель воскрес и живет среди людей. Это вызывало улыбку даже у святых отцов, потому что Феофилак Болгарский говорит, видишь, как Ирод себе, суеверный Ирод представлял, что если мертвый воскреснет, он будет ходить, есть, пить, то есть будет абсолютно реально присутствовать здесь на земле, тогда как Господь еще с Адукием объяснял, что сподобившиеся воскресения жизни вечной живут уже как ангелы, и они не нуждаются в пище, питье, и они живут так на земле, как вот мы в материальной жизни. И вот здесь на самом же деле Иродовые мысли были совершенно не случайны. Недаром дальше говорится, недаром в этом зачале говорится об Илье Пророке, потому что в Библии есть такой пророк, называется он Малахей, и вот у него есть пророчество, которое я сейчас даже прочитаю, касающееся Ильи Пророка, и потом расскажу. «Вот я посылаю к вам пророка Илью пред наступлением Дня Бога Великого и Страшного, и возвратит он сердце отцов к сыновьям и сердце сыновей к отцам, чтобы я не пришел и не поразил землю истреблением». Вот пророк Малахей говорит нам о пришествии Ильи Пророка на землю. Стоп, как же может такое быть? Илья Пророк — это удивительный совершенно пророк библейский, который, согласно Библии, был восхищен на небо живым. То есть он не умер, как другие праотцы, праведники, пророки, он был вознесен в огне благодати Божией на небо, и взят, соответственно, в ту жизнь вечную вместе с телом. Как же это могло быть до воскресения Христова? Это остается тайной на самом-то деле, чтобы кто об этом не пытался говорить и предполагать. Можно лишь сказать, что, скорее всего, просто имеется в виду, что, конечно, Илья Пророк не вошел в рай, потому что первым вошел в рай разбойник, благоразумный вместе со Христом. До сошествия Христа в ад никто в рай войти не мог, но Илья Пророк был в то же время лишен, как бы избавлен, вернее, избавлен от мук ветхозаветного ада, шиола, то есть от состояния пребывания во тьме, в отлучении от благодати Божией, в ожидании воскресения Христова. Его участь была какой-то иной, несколько иной, то есть более легкой. Он был ближе к вратам рая находился, так можно сказать. И, конечно же, когда Христос воскрес и сошел во ад, то с другими праведниками Илья Пророк вошел уже в полноту света, радости жизни со Христом, то есть в Царстве Небесное. И вот есть действительно такие пророчества о том, что Илья как бы постоянно участвует в жизни людей. Особенно это развито очень сильно у евреев, у иудеев, у иудейских мистиков, и в Кабале, и в Талмуде. Много об этом сказано, что Илья Гуанави, то есть Пророк Божий Илья, живет как бы между небом и землей, постоянно участвует в жизни людей, помогает праведникам, то есть он как бы присутствует, потому что настолько велика была его любовь к Богу и к людям, настолько велико желание служить правде Божией, что Господь и по смерти не лишил его этой возможности. Вот так, да, это традиция не православная, но отчасти она и у нас есть. Мы же обращаемся к Илье Пророку за помощью, да, молимся к нему как к святому, обращаемся, так что здесь параллели какие-то есть. И вот, соответственно, Илья Пророк должен прийти перед вторым пришествием Христовым на землю, перед вторым пришествием. Перед первым же пришествием Господа Илья Пророк сам не являлся, но Иоанн Предтеча явился, и он служил и проповедовал в духе и силе Ильи Пророка, да, то есть он как бы был вторым Ильей, можно так назвать. Сам Илья Пророк должен явиться перед вторым пришествием Христовым. Это и наша православная традиция, и традиция иудейская. Иудеи объясняют это так. Истинный царь Израилев, Мессия, должен быть помазан, потому что он Машеах, помазанник, помазанник Божий. Первого царя помазал пророк Самуил, помните, да, Саула? Значит, истинного царя должен помазать пророк. Впоследствии уже в династии царей до Христа это не соблюдалось. И царей никто не обязательно помазал, а здесь вот когда Мессия Машеах придет, то прежде придет Илья, и он помажет его на царство. То есть вот это такое верование у иудеев. У нас такой подробности нет, потому что не может быть, потому что мы веруем, что второе пришествие Господу будет уже во славе, соответственно, в помазании ни в каком Господь и не нуждался, и не будет нуждаться, потому что он Сын Божий, он сам Господь, соответственно, ему не нужно помазание. Он помазан самим Богом, Отцом, да. Но у нас тоже есть традиция, что Илья Пророк придет и будет проповедовать покаяние, будет проповедовать перед вторым пришествием Христовым. Это очень таинственное пророчество, и как оно будет в точности выглядеть, мы, конечно, знать не можем, но оно есть. И вот здесь как раз-таки поэтому Ирод и полагает, что, может быть, это Илья. И у других евангелистов даже это так и сказано, но здесь апостол Лука, видимо, не вложил в уста Ироду, вот почему, какое-то причине именно такую фразу, он говорит только, кто это может быть. То есть он удивляется, кто такой этот Иисус из Назарета. Иоанн же Креститель действительно проповедовал в духе и силе Ильи, и в этом смысле тоже дал Израилю очень большой шанс к покаянию, потому что он был таким же подвижником, как Илья, он также горел правдой Божией, он напоминал Илью просто во всем. То есть буквально любая верующая душа просто узнавала Илью Пророка в Иоанне Притечи, в его служении. Не значит, что Илья Пророк вселился в Иоанне Притечи, а то сейчас кто-нибудь мне тут в комментариях напишет. Я имею в виду, что схожий дар был дан ему, это был другой человек совершенно. Перед вторым же пришествием должен явиться сам Илья, так сказано. Но вот как это будет, мы не знаем с вами, увидим, если доживем. Ну вот, и дальше мы читаем с вами, что апостолы вернулись после проповеди радостные, и Господь уединяется для молитвы, ему хочется поблагодарить Бога, ему хочется помолиться Христу по своему человечеству, как новый Адам, как человек совершенный, живущий святой жизнью. Иисус много очень молится, и часто молится, давая нам пример в этом. И как и должен новый Адам, он постоянно пребывает на связи с Творцом, с Богом Отцом, то есть со своей божественностью, и потому молится Иисус. Это удивительный вот такой очень момент. И посмотрите, что происходит. Он идет помолиться, и его ищет народ, и он оставляет молитву, и он идет исцелять, и учить, и опять быть с ними. То есть Христу не только отдыхать не давали, но даже помолиться не давали. То есть люди бесперывно его атаковали со всех сторон, и он с невероятной любовью снисходил ко всем, невзирая на их положение. Ведь даже те апостолы, которых он посылает проповедовать, кто они, часть из них рыбаки, часть из них мытари, как Матфей и Левий Алфеев, они мытари, они люди, которые занимались страшной профессией, грабили других. То есть Господь не гнушается общением ни с кем. И вот это совершенно тоже удивительный такой момент, назидательный для нас. И мы с вами вот таки можем делать тогда наблюдение уже теперь за своей жизнью, выводы им поучаться от Евангелия, что от нас и требуется. Ну вот, мои дорогие, сегодняшнее наше евангельское чтение закончено. Уж простите, что из дома не на природе. Сегодня у нас дождик, и очень-очень холодно на улице, ветрено, мокро льет уже с утра, прям вот так с небольшими перерывами, все время дождь. Так что поэтому сегодня мы с вами в тепле беседовали. Завтра утром встретимся, как обычно, на утреннем кофе. Сегодня вечером у нас должен быть показ экскурсии по Каппадокии на нашем сайте от Клариши Хидыровой. Она начинает цикл «Священная Каппадокия». Однако наш сайт переезжает на новый хостинг, и если мы не должны успеть все работы закончить, но если не успеют, то на страничке «Прямой эфир» вы просто увидите объявление о переносе показа, и тогда там будет сообщено, во сколько и когда, возможно, завтра вечером, тогда, да, мы сделаем, будет демонстрация бесплатной новой экскурсии по «Священной Каппадокии». Клара Хидырова была там в сентябре-октябре, она снимала очень много, даже в октябре-ноябре, скорее, да, она снимала очень много кадров, сделала экскурсии, и потихонечку нам их теперь монтирует, присылает ее путешествие по Каппадокии. Очень интересные там первые христианские храмы древние, она очень так хорошо подробно рассказывает историю, в общем, это очень интересно. Там жили и молились первые христиане в Каппадокии. Это территория современной Турции, да, как вы знаете. Ну вот, мои дорогие, завтра встречаемся на утреннем кофе. Какая будет тема, увидите, как всегда, в анонсе. И я за всем с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. До свидания.